С вами Борис Тенцер и программа «Контакт по понедельникам». Здравствуйте! У нас сегодня молодой человек, энергии которого я завидую. Разнообразие интересов я восхищаюсь. Человек, который, если бы, как говорится, такие люди у нас были в эмиграции все, мне кажется, мы бы такого достигли. На нас бы весь земной шар смотрел. Ну, а для того, чтобы вы понимали, о чем я говорю и о ком я говорю, я хочу вам представить сегодня своего гостя Слава Бродский, президент Милбурнского клуба. Милбурнского. Мы еще разберем, что такое Милбурнский или он Мильбурнский. Но в любом случае, Слава Бродский сегодня, хотя он и живет в Нью-Жерси, сегодня он находится во Флориде, в Майами, зимние месяцы. Мы сейчас узнаем у него погоду в Майами, во Флориде, узнаем, какая температура воды, купается ли он. А главное, все о том, что такое Милбурнский клуб и то разнообразие интересов и успехов, которые этот клуб и его президент достигли. Слава, здравствуйте. Добрый день, Борис. Добрый день всем, кто слушает и смотрит нас. Ну, во-первых, прежде всего, как я уже сказал, хотелось бы узнать, как там погода в Майами. Как там вода теплая или попал? Вы знаете, вот когда мне друзья звонят и спрашивают насчет погоды, я говорю, я не хочу вас расстраивать. Вы меня не расстроили. Вам все-таки скажу, что погода неплохая и купаться можно. Можно даже купаться, да? Не очень холодно. У нас же тут Голлстрим проходит. Понятно. Ну, хорошо. Это хорошо, что у нас проходит Голлстрим. Я хочу, прежде всего, сказать, что у вас в ноябре, в ноябре, 6 ноября, вы отмечали свое юбилейное 50-е заседание Литературного Бенбургского клуба. Да. 50-е заседание. И что интересно, что в программе вечера было выступление клуба, членов клуба, и 15 человек по 10-15 минут делали специальные сообщения. Поэтому давайте начнем мы именно с этого клуба, который 50-50 уже раз заседал, и немножко поговорим о нем, а там дальше доберемся и до президента. То есть до вас. Потому что клуб, в моем представлении клуб, это он не мог бы быть таким, каким он есть, если бы не было во главе его президента. Чувствуете, как я отношусь с уважительным таким, интонацией уважительной к президенту. Борис, Борис, я вот хочу сразу с вами поспорить. Я считаю, что клуб силен не президентом, не тем, кто выступает, а его слушателями. И вот чем хорош наш клуб, у нас очень хороший состав. Как давно? Как давно вообще клуб существует? Начали мы в 2004 году, то есть уже больше 12 лет прошло. У истоков клуба были три человека. Я дружил с такими двумя очень интересными людьми. Это Надежда Семеновна Брагинская. Наверное, многие очень ее знают, потому что ее знают по передачам, которые она больше 20 лет вела. По-моему, она сделала около тысячи передач литературных. И второй человек – это Шнейдер Владимир. И третий человек – это я был. И вот мы троем как-то в очередной раз, когда мы собрались у нас где-то на барбекю, который я любил устраивать, пришла в голову такая мысль, а о чем, мол, устраиваем тут барбекю и просто сидим, закусываем, выпиваем. А не лучше ли все-таки это делать, говоря о чем-то интересном? И тут же бывает, ну, поскольку все люди эти были, и Надежда Семеновна Брагинская, и Володя, и я отчасти как-то связаны с литературой, то мы задумали организовать такой литературный клуб. И вот 5 августа, я запомнил эту дату, 2004 года, на первом заседании Надежда Семеновна Брагинская представляла свою новую книгу о Пушкине, которая сейчас довольно так... Скажите, пожалуйста, это Ниджерси, да? Ниджерси и Милбурн – это всего лишь название места, где находится ваш дом. Это никакого отношения к какому-нибудь городу в Австралии, Милбурну или еще как-то, не имеет, правильно? Нет, они немножко по-другому даже пишутся. Нет, это, да, это город в Ниджерси, это такой известный город Милбурн, где в основном селятся люди, которые работают в Нью-Йорке. Ну, в Нью-Йорке в основном, конечно, много финансовой работы. И я был связан с финансовой работой в Нью-Йорке. А в Милбурн еще известен с тем, что там очень хороший хай-скул, паблик, поэтому очень многие люди, которые работают в Нью-Йорке и у которых есть дети, они селятся в Милбурне. Понятно. Я просто знаю о том, что очень многие люди жалуются, которые приезжают в эмиграцию, они говорят о том, что вот не хватает какой-то интеллектуально-духовной части составляющей жизни, что вот такая была интересная жизнь там, в бывшем Советском Союзе, ностальгируют, вспоминают, пишут об этом книги. А вот как-то здесь, в Америке, это им не очень удается. Скажите, пожалуйста, чем вы объясняете удачу своего клуба? И вообще, как вы считаете, оно удачное? 50 заседаний клуба, десятки или сотни, я не знаю, сколько членов вы сейчас скажете. Как вы считаете, это удачное сложение обстоятельств? Или обстоятельств, или просто закономерность какая-то? Ну, во-первых, я отвечу на ваш первый вопрос о том, почему люди не могут найти себя. Это, мне кажется, вина самих людей. То есть окружение здесь таково, что очень много возможностей для интеллектуальной жизни, очень много. В том числе и связано как-то с русским искусством, литературой и прочим. Относительно нашего клуба, ну, конечно, я считаю, что это удачная была идея, и удачно все так получилось. И я на самом деле не знаю, почему именно к нам потянулся народ, и почему у нас такая замечательная аудитория. Ведь вот про последнее заседание, о котором мы говорили, юбилейном, у нас было, вы знаете, 70 человек. В общем-то, дом у нас... Да, я должен сказать, что у вас не огромный особняк, и это не приемы на 70 человек, но люди чувствовали себя уютно. Вот, ну, по 50-60 человек у нас это нормально сейчас приходит, каждый раз. И, ну, правда, в самом начале, конечно, очень мало народа приходило. Вот на первом заседании было, по-моему, 15 человек. И я, когда говорю о том, как клуб растет, я шучу и говорю, вот смотрите, на первом заседании было только 15 человек, и выпито было 3 бутылки вина. А вот на нашем последнем юбилейном заседании было 70 человек, и после себя они оставили, во-первых, больше 30 пустых бутылок, а во-вторых, я отгрузил на обочину на следующий день 5 здоровых баков мусора. Ну, да, по-вторых. Такой минимум, как бывает, да, в кандидатской. Так вот, там надо было прочитать письма Флобера, надо было прочитать краткую историю человечества и так далее. Там был набор из 10 книг, которые человек, желающий вступить в этот клуб, должен был прочитать. Кто был в этом клубе? Константин Федин, Тихонов, Каверин и многие другие имена, которые мы знаем, там были членами этого клуба. И они, прежде чем стать членами этого клуба, обязательно должны были этот минимум пройти. Скажите, а какой минимум надо пройти у вас? У меня немножко другой подход. Вот когда у нас возникает какая-то дискуссия в клубе, и кто-то там... У нас иногда бывают такие острые разговоры. И как-то однажды кто-то там спросил кого-то, а вот ты читал вот такое-то? Ну, я как-то сразу говорю, ребята, мы тут соревнуемся не в том, кто больше почитал, а у кого есть здравые идеи. То есть, я как бы не очень уважаю людей, которые... Не то, что я не очень уважаю людей, но, во всяком случае, я оценю не то, какое количество человек прочитал. Прочитать можно очень много. А я оценю в людях то, какие идеи они вынесли или сгенерировали после того, как они прочитали что-то. Поэтому у нас... Я понял, да. Ну, а Серапионы и братья объясняли это тем, что, ну, как бы общаться, чтобы было общение с пониманием друг друга, уровень определенный, уже люди должны себя подготовить к такой встрече и к такому общению. А вот к вам, вот приходят люди, это происходит как бы естественный такой отток и приток, исходя из уровня общения? Да, это просто у нас, если ты хочешь приходить к нам в клуб, вот ты и есть член нашего клуба. И, вы знаете, у нас, Борис, у нас немножко, может быть, наш клуб отличается от других литературных клубов тем, что мы... Это как бы рабочая площадка для членов клуба. То есть, мы не приглашаем к себе каких-то литературных знаменитостей. Да, 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 вот это интересный момент. То есть, гастролера у вас не бывает, то есть, вы не заинтересованы, чтобы к вам приезжали там именитые откуда-то там... Нет, нет. Если только мы поставили на обсуждение какую-то тему, и для обсуждения этой темы, скажем, мы считаем, что хорошо бы привлечь какого-то человека, тогда мы его позовем. Ну, вот просто так мы не приглашаем знаменитостей каких-то, или даже не обязательно знаменитостей, просто, знаете, ко мне много народу просится выступить. И я вижу, что часто это бывают люди, которые просто хотят прийти один раз в жизни, выступить и никогда больше к нам не заявиться. Поэтому... Вы таких не любите? Не то, что не люблю, но просто я всем объявляю, ребята, если вы хотите участвовать в работе нашего клуба, пожалуйста, приходите. Мы с вами договоримся о ваших поступлениях и так далее, но, так сказать, у нас просто такой порядок, что мы организуем все это как работа членов клуба. Ну, прежде чем мы перейдем непосредственно чуть-чуть к президенту, я хотел бы вас спросить... Я читал разные материалы о вашем клубе, и там вы рассказываете в одном из материалов, вы рассказываете о том, как вы подвергли математическому анализу произведения Михаила Шолохова. Это был один из его рассказов ранних. И вот вы провели математическое исследование. Это как бы преамбула нашего разговора о вашей будущей, о вашей специальности, о вашей юной жизни. Скажите, пожалуйста, это настолько интересно, настолько детективно оно имело продолжение? Вы как-то какие-то вещи, которые на клубе вы вдруг узнаете, вы продолжаете их держать в поле зрения? Или прокукарекали, и оно дальше уже как расцветет или нет? Нет, ну, история этого дела такова. Во-первых, в этом исследовании не моя главная заслуга, а есть такой человек, которого зовут Михаил Малютов. Он член нашего клуба, хотя живет в Бостоне. Да, он профессор математики, да? Он профессор математики, он преподает математику в Бостоне. И он известен тем, что он когда-то работал в известной межфакультетской лаборатории статистических методов Московского университета, который заведовал Андрей Николаевич Калмогоров. И Малютов был его учеником, как бы. И не только учеником, он был там около 10 или 15 лет, я точно не помню, ученым-секретарем Калмогорова. То есть это очень такой сильный, хороший математик. И вот ему на основе некоторых исследований Калмогорова пришла в голову мысль о том, каким образом можно понимать, написаны ли два произведения одним автором или это разные авторы. То есть делать какую-то атрибуцию авторства. И он написал пару замечательных работ математических на эту тему. И была повесть «Путь дороженька» так, кажется, называлась, да, Шулова? Да, это я уже, это уже мы сейчас будем говорить о приложениях его идей. Но я просто хочу сказать, что главная мысль, это не моя была, а вот этого Михаила Малютова. Понятно. С которым мы, друзья, не только лично, но у нас есть общие с ним статьи. У нас даже мы, у нас есть с ним общая книга. В общем, мы с ним дружили давно. И по науке в том числе. Так вот, в какой-то прекрасный, один прекрасный момент он обратился ко мне за помощью. Потому что одно дело идея, а другое дело непосредственно какие-то вычисления, связанные с этой идеей. И он попросил меня помочь ему в чем-то конкретном. А что конкретное, значит, это мы связались тогда с Барселой. Такое имя, я думаю, известно всем. Это его русское имя. Барселло. Барселло, да? Барселло, да. А он очень здорово, замечательно сделал исследование по Шолохову. Ну, я сейчас не буду касаться того, что сделано Барселло. Да, 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 вот я скажу просто о наших разговорах. Значит, в какой-то момент Малютов ему позвонил, Миша, и сказал, мол, мы владеем некоторой техникой, а ты, значит, хороший лингвист и занимаешься там Шолоховым. Может, мы как-то могли бы соединить наши усилия. Но он сказал, ну вот, например, есть такой у Шолохова рассказ «Путь дорожника ранний». У меня подозрение, что он состоит из двух частей, этот рассказ. У меня подозрение, что он вообще написан разными людьми. Вот вы можете ответить на вопрос, одним человеком он был написан или разными людьми? Ну, хорошо, вот задача была поставлена. Я вник вот в те идеи, которые разрабатывал Миша Малютов. Написал какие-то там простенькие программки. И, ну, прежде чем ответить на этот вопрос, мы решили такой тест сделать. Мы взяли два моих произведения. Одно, которое называлось «Бредовый суп», это моя первая книжка была. А второе, это я написал смешные детские рассказы как бы от лица 12-летнего мальчика. Ну, и вроде бы эти две вещи были написаны, как казалось мне, различными как бы языками. И вот я предложил Мишу, давай сначала попробуем твою методику на вот этих моих двух книжках. Что скажут твои идеи? Попробовали. Ну, и получилось, что... Автор совпал, один и тот же оказался. Нет, в статистике нельзя сказать «да», в статистике можно сказать «нет». То есть, его методология не могла сказать, что это разные авторы. Понятно. После этого мы приступили к исследованию вот этого рассказа «Путь Дороженька». И там с большой достоверностью его методология сказала о том, что да, это написано разными. То есть, нельзя сказать, что это написано... Гипотеза о том, что это написано одним автором, отвергается при высоком там уровне значимости. Я к тому это спросил вас, что вот какие-то идеи, которые возникают в стенах клуба или на заседаниях клуба, являются ли они основой для продолжения каких-то дальнейших исследований или... Ну, конечно, конечно. Мы потом с Мишей участвовали в каких-то там конференциях, там статьи написали на эту тему. Миша до сих пор там эту методику усовершенствует, разрабатывает. Конечно, это все дальше пошло. Ну вот, вы сказали о своей книге «Бредовый суп». Это одна из ваших книг, интересная книга, и она начинается с таких слов. Я знаю, что теперь мало кто любит вспоминать давние времена. Я сам не люблю, но иногда все-таки буду делать исключения. Вот и сейчас несколько часов из каких-то там дремучих времен. Часов у нас нету, часов у нас, слава, нету. У нас есть минуты. Поэтому мы с вами все-таки в дремучие ваши времена чуть-чуть заглянем. Как давно вы приехали в Москву и чем вы занимались до этого? Вы же жили в Москве, насколько я помню. Да, я жил в Москве все мое сознательное время. Я окончил механико-математический факультет Московского университета. И я профессионально по профессии математик. Сочетание математик-литератор. Это было еще в давние времена физики и лирики, а тут математик и литератор. Да, можно так сказать. Я работал в основном в России как прикладной математик. Хотя я писал какие-то научные статьи, связанные с прикладной математической статистикой. У меня есть там какое-то количество книг довольно серьезных о российских издательствах в науке, в науке физматкизе и так далее. Но в основном деньги мне платили за мою прикладную деятельность. Я немножко преподавал там математическую статистику. Вот то, чем я занимался в России. Но есть одна сторона, один такой период вашей жизни, который даже у нас с вами нашлась общая тема. Это пчеловодство. Да. Итак, мы с вами уже говорим, вы литератор, вы математик, закончивший МГУ. Вы, что еще будет, вы много есть, но в том числе и пчеловод. Скажите, пожалуйста, это что? Это нехватка денег или это поиск чего-то другого? Ответ на этот вопрос, он такой неоднозначный. Мы называли его пчеловодное братство. Наше пчеловодное братство затеивалось, первый год этого братства относился к 80-му году. К какому году? В 80-м. В 80-м. И задуман он был как, с одной стороны, дополнительный заработок, а с другой стороны, для того, чтобы образовать какое-то, знаете, вот в том мракобесии, в том обществе, в котором нельзя было свободно дышать, создать какой-то оазис для людей. С общей идеей, с общим мировоззрением, которые могли бы свободно там где-то поговорить о своих, о чем-то своем. И без оглядки на то, что их будут за это преследовать. И вот такое пчеловодное братство было создано нами. У нас было несколько людей, инициаторов этого дела. И мы были довольно успешны и в двух направлениях. И, во-первых, в техническом плане, то есть мы производили жуткое количество меда. И в Москве нас, по-моему, почти все, кто мед любил, знали, потому что все ели наш мед. А во-вторых, мы преуспели в том, что нам действительно удалось создать такой вот оазис, в котором люди могли перевести как бы дыхание и как бы общаться друг с другом. Это был оазис единомышленников, как тогда казалось. А можно сказать, что это чуть не получилось как раз тот самый прообраз будущего клуба, будущего клуба Мельборгского, который вот сейчас. Что это был тоже клуб, но на выезде или так в особых условиях, как вы сами говорите, оазис. Может быть. Вас тянуло всегда вот к какому-то такому товариществу? Это было всегда вам присуще? Как вы считаете? Не знаю, трудно так сказать. Ну, у меня был, собственно, только единственный опыт в России и единственный опыт здесь, поэтому мне трудно сказать, так сказать, является ли это идущим как-то изнутри или это из головы придумано было. На самом деле это не то, что в России это была не моя личная идея, это была идея нескольких людей, в том числе моих товарищей близких. По духу, с которыми я общался также, и по науке, которой я занимался. Вот. Ну, одно лет и то же. Ну, это понимаете, вот вы занимаетесь математикой, математической статистикой, вы пишете книги, вы преподаете. А это пасека, которая находится где-то там где-нибудь на чертах, на куличках, там, в Саратовской области или там Воронежской или еще где-нибудь, да еще и перемещается в зависимости от урожая или цветения. Это совершенно две разные области. Или они, вам кажется, все-таки, ну, имеют общее, да, основание? Нет, ну, это, вы знаете, то, что мы начали заниматься именно пчеловодством, это был... Мы могли заняться не пчеловодством, а кролиководством, например, или еще чем-то. Мы просто хотели как-то сделать какое-то сообщество людей, близких по духу. Ну, так это прямой путь к будущему Мельбургскому клубу, как мне это видится. Не совсем, но все-таки здесь нет такого желания уединиться от общества, которое, как бы, враждебно тебе. Здесь же нет такого. Да, так вот, кстати, у меня вопрос. Последнее время, к сожалению, к сожалению, очень часто многие люди жалуются, что не могут найти общий язык со своими родственниками даже по поводу, там, каких-то вопросов Украина, Россия. Сейчас президент такой, президент такой, проиграл, выиграл. Люди очень часто спорят, доходят до таких размолвок, что представить сложно. А как в клубе вы преодолеваете это? Или не преодолеваете? Или исключаете из-за партии клуба? Или как это происходит, если вдруг возникает? Нет, ни в том случае. Нет, у нас в клубе нет вообще запретных тем. Каждый может говорить на любую тему. И даже если обсуждается какое-то литературное произведение, или, скажем, кто-то из членов клуба представляет нам свое произведение, и вдруг случайно зайдет речь о чем-то совершенно другом, и в частности, например, о политике, то я, в общем-то, это не пресекаю, эти разговоры. Ну, до поры до времени, пока у нас, так сказать, не исчерпан временной регламент, конечно. Но мы говорим о чем угодно. И я должен сказать, что в этом смысле у нас нет единства в клубе, например, в политическом смысле. У нас, ну, вот наше юбилейное заседание, которое вы упоминали, оно было 6 ноября, а выборы, как известно, были 8 ноября. Ну, и поэтому, так сказать, в перерыве вот этого нашего юбилейного заседания я как-то так слышал, краем уха, что какие-то непрерывные разговоры шли о том, что произойдет там через 2 дня. Ну, и я понимал, что вовсе нет такого, что у нас какое-то единство взглядов, ничего подобного. Кто-то был за одного кандидата, кто-то был за другого кандидата, а кто-то говорил, что ему не нравится ни один кандидат. Единственное только, единственное в чем все были единогласны, единодушны, то есть, это в том, что никто не сомневался в результатах выборов. Понятно. Я хочу, вот у нас осталось... То есть, каждый думал, что выиграет его кандидат, и, так сказать, когда Леонид Жейч заходил на том... Понятно. У нас буквально через минуту будет рекламная пауза, и прежде чем мы уйдем на нее, я хочу загадку загадать нашим телезрителям. Как они думают, что это такое? Чесночный салат «Легкое дыхание», салат из зеленого горошка «Война и мир», куриные ножки «Золотой петушок», салат из креветок «Раковый корпус», грибы соленые «Смерть после полудня», зеленый салат «Последний лист» и язык «Русский» «Заливной» имени «Ломоносова». Это была загадка. А сейчас мы с вами уходим на рекламную паузу. Пожалуйста, выпейте чайку, соберитесь с духом, и мы опять продолжим наш разговор со Славой Бродским, президентом Милбургского клуба, расположенного в Нью-Джерси, в Соединенных Штатах Америки. Реклама. Наша улыбка, наши зубы, наш врач. Мы так стремимся найти именно своего врача, которому можно довериться всецело и без колебаний. А вот я нашла своего доктора. Это стоматолог Даталья Сафонова. Умна, талантлива, ее руки чудотворные. После их прикосновений хочется улыбаться и пить. Я счастлива, что нашла вас, доктор. Вас ждут легкие руки дантиста Сафоновой. 718-376-1090. Искусство всегда, не переставая, занято двумя вещами. Оно неотступно размышляет о смерти и неотступно творит жизнь. Борис Пастернак Невский яблоков На их концертах потрясающая атмосфера людей, настроенных на одну волну. Милая моя, солнышко лесное Уже 20 лет ансамбль лучших бардов России кором поет песни нашего века. Авторские песни, ставшие народным застоянием, поют свои лучшие песни. Акуджава, Высоцкого, Берковского, Городницкого. Как здорово, что в марте мы опять будем петь вместе песни нашего века. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Центр ортопедии и травматологии успешно проведет профилактику, диагностику и лечение различных травм и переломов, заболеваний, острых и хронических болей. Все виды ортопедических операций, реконструкцию и имплантацию суставов, связок, хрящей. Функционирует открытый МРА и рентген-кабинет. Специализированный бассейн и тренажерный зал для послеоперационных больных. Центр открыт 7 дней в неделю. Центр ортопедии и травматологии 718-891-7100 Известный уролог Саймон Баркаган, блестящий диагноз и автор многих уникальных медицинских методик, возвращает сексуальную потенцию каждому мужчине в любом возрасте. Доктор Саймон Баркаган С вами Борис Тенсор и мы продолжаем передачу «Контакт по понедельникам». У нас сегодня в гостях Слава Бродский, президент Мильбургского клуба. Мильбург это такой есть небольшой городок в Нью-Джерси, недалеко от Нью-Йорка. И вот там 4 раза в году, скажем так, раз в 3 месяца получается, собирается интеллектуальная общественность. Это 50, 60, 70 человек, которые вначале закусывают, затем рассказывают интересные вещи, затем пьют вино, затем продолжают дискуссировать. И в любом случае они живут интеллектуальной, интересной жизнью. Я знаю, что многие хотели бы такие клубы создать. В каких-то городах эти клубы существуют. И поэтому мне бы хотелось более, может быть, подробнее спросить своего гостя Славу Бродского о том, как все это строится. И чтобы вы поняли, что в основе всегда создания клуба есть личность. В данном случае это было 3 человека, которые, по-видимому, сидели втроем и подумали, что им это мало, им надо много людей. Вот так возник этот Мильбургский клуб. В любом случае мы сейчас с вами продолжим разговор. И на скайпе, поскольку Слава сейчас находится во Флориде, в Майами, мы продолжим наш разговор благодаря скайпу. Слава, вы с нами? Да, я здесь. Прекрасно. Ну, прежде всего, я хочу ответить нашим телезрителям, или, может быть, вы ответите нашим телезрителям, загадку, которую я загадал. Это был чесночный литературный салат «Легкое дыхание», салат литературный «Зеленого горошка. Война и мир», куриные ножки литературные «Золотой петушок» и так далее. Скажите нашим телезрителям, что это значит. Ну, это как раз шуточное меню нашего литературного клуба. Я бы к этому еще добавил. В последнее время мы добавили туда ягодную настойку литературную «Вишневый сад» и клюквенную водку литературную «Страшная месть». Владимир, вы не боитесь, что это будет, как бы, перерастет какое-то такое застолье вместо клуба, это станет такой застольный клуб? Нет, нет, я этого не боюсь, потому что, во-первых, мы выделяем час до выступлений всяким гостерновическим делам, а во-вторых, у нас народ все-таки приходит в основном на заседание клуба. Хотя, вот эти все разговоры за бокалом вина очень интересны. Я знаю, что салат «Зеленого горошка. Война и мир» — это ваше произведение, это вы делаете, да? Это ваше фирменное произведение «Война и мир». Да. А все остальные готовят как бы члены клуба? Ну, когда-то я только готовил весь этот набор литературный, из литературного меню. Но сейчас много народу помогает, потому что очень народу много приходит, и кто-то чего-то приносит. Ну, мы просто продолжаем вот это вот, как бы, объемное такое представление о вас. Вот как пчелы, мы говорили о пчеловодстве, как пчелы приносят эти взяток опять и опять и опять, и таким образом появляется мед, таким образом заполняются соты, и таким образом наполняется и представление о человеке, с которым сегодня я разговариваю. Слава Бродский, что меня тоже очень приятно удивило, он скрипач. Тоже это хобби, да, Слава? Ну, я не скрипач, да, я играю. Но вы участвуете в выступлении оркестра симфонического? Да, я какое-то долгое время... Это репетиции, это же серьезно все, нет? Да, да, ну, это не так серьезно, как все остальное, но я люблю играть на скрипке, и когда я в России был, я играл в хорошем очень симфоническом оркестре, любительском, конечно, и несколько лет, и много лет вернее. И когда я приехал сюда, я как-то скрипку забросил, ну, первое время было, сами понимаете, не до скрипок, надо было как-то входить здесь в жизнь. А потом как-то я вспомнил про свою скрипку, в сущности, совсем недавно, где-то, по-моему, лет пять тому назад я пошел, у нас есть в Нью-Джерси такой оркестр, симфонический тоже. И я туда пришел, сказал, что вот, мол, я давно не играл на скрипке, но хотел бы у вас поиграть. Они меня спросили, а сколько ты лет не играл? Я говорю, пятьдесят. Я, поскольку по-английски, они говорят, один пять, я говорю, нет, пять ноль. И после этого они все-таки с вами продолжали разговаривать? Да, ну, знаете, нет, там очень такие, очень милые люди, очень приятный народ. Ну, вы знаете, как везде, как и в России. В России тоже мне было очень приятно ходить в этот оркестр, и здесь мне было очень приятно, я до сих пор в него хожу. Но есть еще одна... Он называется Метрополитен Оркестров Нью-Джерси. Метрополитен Оркестров Нью-Джерси. Президента Мельбергского клуба, это керамика, это прекрасные изделия, которыми наполнен дом Славы. Слава, у вас случайно, как говорится, в рояль пустах, у вас случайно нет там на столе где-нибудь, что-нибудь из вашей керамики? Вы могли бы нам показать пару вещей? Я могу, я могу со стены вот... Не-не, тогда уходить далеко из кадра я бы не хотел. Нет, нет, я никуда не ухожу сейчас. Да, дело в том, что, я просто скажу в двух словах, Слава когда-то увлекался живописью и рисовал, но надо было строить карьеру, таким образом, я понимаю, он стал математиком, закончил университет, занимался серьезными науками. А вот где-то подсознательно у человека оставалось, как у многих из нас, оставалось желание писать, оставалось желание рисовать. И вот, вернувшись в Соединенные Штаты, вернувшись, приехав в Соединенные Штаты Америки, Слава пошел учиться. Куда вы пошли учиться, Слава? В соседний городок у нас есть, в котором была студия Visual Arts она называлась, это городок назывался Summit, и там были керамические классы, я ходил в эти керамические классы много лет подряд. Много лет? Вау! Ну, да, много лет. Ну, то есть, ну, года четыре с какими-то перерывами, потом, после большого перерыва, я опять один раз пришел туда чему-то подучиться. Вообще, знакомясь с вашей жизнью, биографией, с тем, что вы успели, все больше убеждаюсь, чем больше человек занят, чем больше количеством интересов он себя, как бы, задействует, тем в конечном итоге его жизнь продлевается или становится более, более, не только интересной, но и какая-то такая, ну, знаете, наполненная не двадцати четырьмя часами, а намного больше. Как вы считаете, как вы успеваете все это? Вот я только пытаюсь перечислить, ведь это американская жизнь, это вы здесь верно приехали, вы стали математиком, вы работали успешно в финансовых структурах, вы писали книги и пишете книги, вы ходите на керамические классы, и вы потом начинаете сами обжигать, вы создаете клуб, это все вы. Ну, есть один секрет. Вот, например, у меня в России никогда не было телевизора. Не было в России, категорически? Не было, да. Но там, правда, я частично из-за того, что берег свое время, а частично по политическим изображениям как-то не хотел смотреть его. Но это много времени экономит, когда у тебя нет телевизора. А здесь у вас есть телевизор? Ну, к сожалению, есть. Ну, значит, я надеюсь, что... Я стараюсь его пореже включать. Ну, понятно. То есть, один из, как бы, путей, которые вы видите, экономия времени, это минимально уделять времени телевизионным передачам. Правильно? Ну, понятно. А что еще? Есть у вас какие-то такие... Вы ведь математик, вы ведь выводите формулы, выведите, пожалуйста, нам быстренько формулу успешной эмиграции. Что должно быть составляющими для такой формулы? Ну, я считаю, что три составляющих должно быть. Первое труд, второе труд и третье труд. Как все просто, боже мой. Даже никогда не подумывал бы, что все так просто. Я притащил одну тарелку. Чтобы я не знаю, видно? Да, 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 да. Тут прямо соединение вашего увлечения чайниками. У вас в доме такое ощущение, что только и делается, что пьют чай. А сколько чайников и таких занимательных, таких интересных, очень много. Керамики очень много интересной. А вот чайники, я даже нашел там у вас, видел, у которых три носика. Три носика на разных уровнях. Это специально, да, чтобы выливалось по очереди или как это? Нет, чайник, у него есть свое название. Этот чайник называется троеженец. Троеженец. Понятно. Сейчас я открываю. Я недавно выпустил такой каталог своих артработ. Вот видите? Да, 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 да. И вот мне проще здесь показать, чем притащить откуда-то. Вот у меня есть такой самовар. Так самовар это же не керамика, это что? Это вы взяли самовар и к нему добавляли свои какие-то изыскки такие, которые вы читаете, да? Очень хорошо. Помните, я его не скомодифицировал. И вот этот самовар у меня называется многоженец. Но поскольку вы заговорили о чайнике с тремя носиками. У нас сплошные многоженцы. И чайники, и самовары. У нас в самоваре гораздо больше носиков, чем три. И я называю его самоваром многоженец. Да, вот у меня есть пару фотографий, я хочу вам показать. Одна из фотографий это вот ваш дом. Вот справа это дом. Очень так красиво снятый и хорошо смотрится. Прямо настоящий клубный дом с камином по-видимому. А слева это авторы. Авторы альманахов. Альманахов, которые вы выпускаете. Вот я хочу пару слов поговорить с вами о альманахах, которые вы создаете. И вообще где можно почитать и посмотреть. И еще одна у нас фотография, насколько я помню, есть. Это вот как раз что такое клуб. Вот как происходит заседание. Вот у нас много сегодня фотографий нет. Но вот эти парочку я не удержался, чтобы показать. Это вот заседание клуба. Такая небольшая гостиная, в которой ставятся стулья. Стулья, естественно, складные, к которым мы привыкли все. Но вот что интересно, я хочу обратить внимание. Многие жалуют. Ну где вот эти стулья? 50 стульев. Вот представьте себе, 50 стульев. Это же надо хранить. Насколько я понял, слава хранит это на чердаке. Потому что потом, после заседания, вот все эти участники, большинство мужчин. Мужчины, становятся в такую цепочку. И самый последний вверху стоит на чердаке. Самый первый стоит внизу в зале заседаний. И эти стулья в сложенном состоянии начинают передаваться друг к другу. И обратно возвращаются на свое законное или незаконное место на чердаке. И таким образом там они хранятся. Вот так что, просто когда люди... Я правильно говорю? Да, да. Моя жена организовывает вот этот цепочек. Да, это... Да. Ваша жена помощница прекрасная. Как зовут вашу жену? Наташа. Наташа. Значит, мы заговорили с вами об альманахах. Я бы хотел, чтобы мы немножко поговорили. И потом дать зрителям пару минут поговорить с вами. Да, пожалуйста. Вот я притащил... Ага. Это раз, два, три, четыре, шесть. Шесть альманахов уже вышло, да? Да, мы начали выпускать их в 2011 году и выпускаем их в конце года один альманах в год. Это вот все выступления, которые в течение года, там, четыре вот этих клуба, вы отбираете какие-то избранные люди, попадая туда? Или как это все? Вы исходите из чего? Публикуете как? Нет такого строгого правила, что сначала должно быть сообщение, а потом будет публикация. Нет. Просто это альманах членов клуба, опять же, нашего. То есть любой человек, который является членом нашего клуба, может представить мне свое творчество. И я, как бы, не то, что даже рецензирую представленный материал, но иногда какие-то все-таки поправки вношу. Как правило, все, что представляется, принимается безоговорочно, так сказать, в сборник. Потому что, ну, у нас состав в клубе довольно мощный, и вот материал, который представляется в сборник, тоже очень-очень-очень сильный, очень хороший. Понятно. У вас есть ведь веб-сайт, есть ваш личный веб-сайт, это, как он там называется, славобродский.com, да? Слава Бродский, да, в конце Y, славобродский.com. И у вас есть, у вас есть NYpedia, правильно? Да, это... Это вот сайт вашего клуба, правильно я говорю? Да. NYpedia, P-E-D-I-A.com. Там можно познакомиться вот со всеми альманахами. При том, что мне понравилось, что это, пожалуйста, можно этих альманах и купить, можно там еще что-то, но, в принципе, можно скачать их бесплатно, можно читать их бесплатно, можно познакомиться с ними бесплатно. И это подкупает, это вот такое человеколюбие. Да, один из краеугольных камней, как бы, вот в организации нашего клуба, это, во-первых, бесплатное посещение, нет никаких у нас даже маленьких сборов. И, во-вторых, так сказать, предполагается, что такое же, вот, безвозмездное, как бы, участие в клубе и членов клуба. Ну, вот, приведу такой пример. Вот, одним из членов клуба у нас является Игорь Ефимов. Это такой довольно известный человек-писатель. Он одно время был директором, как бы, издательства «Эрмитаж», очень известное такое издательство, которое выпустило там море книг русских и советских писателей. Так вот, Игорь Ефимов, например, прислал мне к юбилейному заседанию три ящика книг издательства «Эрмитаж», бесплатно, конечно, для того, чтобы я раздал его нашим слушателям, нашим членам клуба. То есть, да, в этом смысле мне это тоже нравится, именно вот такой способ. Хорошо, поскольку мы заговорили как раз вот о связи с общественностью, я бы хотел сейчас предложить нашим телезрителям возможность как-то прокомментировать то, что мы говорили со Славой Бродским, президентом Бельбургского клуба, или, может быть, свои какие-то замечания или пожелания. Пожалуйста, сейчас номер телефона на ваших экранах 201-461-1384. Звоните, у нас в гостях Слава Бродский, Миллбургский клуб, президент этого клуба. Что я еще хотел спросить, Слава, у вас, вы ведь пишете, кроме всего, вот мы все говорим, говорим, говорим о вашей деятельности, о вашем клубе и так далее, но сегодня каждый хотел бы что-то рассказать о своей жизни. Вот это произведение, которое называется «Бредовый суп», это ваши воспоминания. Я так полистал книгу, считал ее, вы продолжаете какие-то писать сейчас, какие-то у вас есть намеки и наметки. Да, у меня много, в принципе, ну не то, что много, но есть несколько книг, которые я написал уже после «Бредового супа». Вот у меня, я их на столе сейчас расположил, могу их показать так быстренько, в порядке очередности. Вот, например, книга, они у меня как-то, получается так, что они у меня все какие-то в разном стиле написаны, я уже не знаю почему. Вот книга, которая называется «Исторические анекдоты». Исторические анекдоты. Но это не анекдоты, это ваше размышление, да? Ну, естественно, естественно. А потом есть книга, вот такая книга, недавно была выпущена мной, «Московский бридж. Начало». Московский? Московский бридж. А, бридж. А, да, еще одно, которое я уже, у меня просто не хватило времени рассказать о всех сторонах вашей, вашей увлечения, вашей жизни. Это еще вы прекрасный игрок бридж. Вы даже участвовали в сборных каких-то командах, там я как-то уже об это дело особенно не вникал, потому что понимал нашим телезрителям, я не смогу сразу в одной передаче все рассказать еще и о бридже. Но это вообще впечатляет. Нам даже в нашей команде удавалось несколько раз выигрывать первенство союза неофициально. По бридже. Потом еще одна книжка у меня есть вот такая, это релятивистская концепция языка, она о языке вообще. То есть это такая литературоведческая работа. А где вы издаете книги? Здесь, в России? Как это происходит? Ну, вот одну, вот эту книгу «Вредовый суд» первую я издал в издательстве «Лимбус Пресс» в России. Ну и как-то потом я понял, что это не очень хорошая идея была, потому что... Не хорошая идея издавать за океаном? Ну, дело в том, что это как-то заняло много времени очень, чуть ли не два или три года. А книги можно же сейчас издавать гораздо быстрее. Поэтому я сейчас все остальные книги я издаю через какие-то... То, что называется технология «print on demand». То есть это интернетовские издательства, которые печатают книги по заказу. Вот все остальные книги я печатаю именно так. Это сам процесс. Если ты умеешь делать все, то есть если ты умеешь и набирать книгу, и делать обложку, и если у тебя есть хороший редактор, тебе не нужно обязательно в издательстве иметь этого редактора. Ты можешь это все сделать сам. Ну вот у меня еще есть несколько книг. Одна из них называется «Смешные детские рассказы». Другая... Есть даже книжка, которая про кулинарию. Она называется «Большая кулинарная книга развитого социализма». Вы любите кулинарию? Вы к этому относитесь с интересом? Готовить любите, да? А? Вы любите готовить сами? Люблю, да. Но эта книга, большая кулинарная книга развитого социализма, она такая юмористическая. Нет, я понимаю, что это как бы не имеет отношения непосредственно к кухне и плите, но вообще вы любите готовить, да? Вообще я обратил внимание, что люди творческие, они зачастую любят готовить. Они в этом видят какой-то творческий процесс. Это не просто для них готовка, вот, ой, изнарительная. Может, потому что не надо каждый день, как это приходится делать женщине, а вот какой-то творческий такой процесс. Вот если взять такой... Я не только люблю готовить, но я, к сожалению, еще и есть люблю. Ну, это уже должно быть так, наверное. Если уж человек приготовил, ему хочется попробовать, что он. И, наверное, вот вкусовое предвкушение, предвкусие, 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 не послевкусие, а предвкусие, оно тоже нас толкает многое. Так вот, говоря о предвкусии, предвкусии вашего клуба. Сейчас передача медленно-медленно подходит к концу. Еще минутки три у нас есть. Скажите, пожалуйста, 50 встреч, 50 заседаний. Какой-то вывод вы для себя сделали? Что-то вы хотите менять? Что-то вы хотели бы, ну, как бы усовершенствовать или сделать по-другому? Все-таки 50 встреч, это 50 встреч. Но вначале я бы хотел, чтобы вы ответили на один звонок. Майя, где наша Майя, из какого города? Из Нью-Йорка. Нью-Йорка. Здравствуйте, Майя, вы с нами. Здравствуйте, Майя. Говорите, говорите, только быстренько, пожалуйста. Я вот впервые увидела и узнала, что есть такой человек, очень интересный вопрос. Да, прекрасно. И что у него есть прекрасные книжки. А где можно их прочитать, купить? Ну, на моем сайте, на моем сайте, слава-бродский.com, все книжки вы можете читать бесплатно. И там же есть ссылки, где их можно купить. Слава-бродский, брод-десский. Ну, так как фамилия Ноберовского лауреата. Вас не путают пока еще, нет? Да. Еще нет. Дот-кам, да, пожалуйста. Итак, мы с вами остановились на том, что после 50 встреч есть ли желание что-то менять, что-то по-другому делать или вообще куда двигаться? Нет, нет желания. Более того, меня многие уговаривают что-то поменять в том смысле, что они говорят, слушай, твой дом уже не может вместить всех желающих. Давай перейдем. Потому что действительно есть много мест, куда меня с удовольствием пустят. Там библиотека нашего, например, города, еще куда-то. Но это будет уже другой формат, это будет уже другой. Мне как-то жалко что-то менять. То есть пока мы можем в таком формате, будем продолжать в таком формате встречаться. А вы общаетесь с какими-то другими клубами? У вас есть какое-то содружество, клубное содружество? Конечно, конечно. Ну, во-первых, у нас есть дружественный клуб, который ведет Зоя Полевая в Нью-Джерси. Они ходят к нам, мы ходим к ним. Во-вторых, у нас есть в Нью-Йорке клуб русских писателей, который ведет Евгений Любин. Мы с ним тоже очень дружим и ходим друг к другу. И я еще был в Пенсильване у Игоря Михайловича Каплана, замечательного человека. Очень интересный человек, он выпускал замечательный альманах. Но сейчас сказал, правда, что уже устал немножко. Тоже у них очень интересный клуб. Конечно, клубов много вокруг, мы все дружим. Вот вы сказали слово такое «устал». Вы чувствуете иногда себя уставшим и желанием «ой, надоело», «ой, не хочу больше». Нет, не чувствую. Вы себя каким-то опытом сбадриваете или вам просто так интересно жить, и именно такой ритм жизни вам подходит? Нет, я как-то не ощущаю, что у меня какой-то очень интенсивный стиль жизни. Тем более, после того, как я перестал работать, раньше работа очень много времени. Скажем так, вы перестали ходить на службу, работать, мне кажется, продолжаете каждый день. Нет, я имею в виду зарабатывать на жизнь. Служба, да. Раньше это был большой кусок жизни, и он на самом деле был очень интересный. Работа в финансовых компаниях, как прикладного математика. Это было очень интересное дело, оно занимало массу времени, массу энергии. Хорошо, у нас передача подошла к концу, я очень признательный вам, Слава Бродский, президент Минбургского клуба, и желаю удачи. Это только первая пятидесятка, все еще впереди, поэтому мы еще вернемся к вам с разговорами о том, что... Спасибо, Борис, что вы позвали меня к себе, спасибо всем. Всего доброго, хорошей погоды и хорошей температуры воды во Флориде. Всего хорошего. И вам, уважаемые телезрители, как всегда, я признателен за то, что понедельник вы начинаете с передачи «Контакт» по понедельникам. Хорошего вам настроения на эту неделю, и до новых встреч по понедельникам. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...